Президент Республики Узбекистан Все мы хорошо знаем, что ваш труд всегда был непростым и ответственным. Эта ответственность еще больше возрастает сегодня, когда наша страна находится на новом этапе развития. Требованиями жизни становится открытость, гласность и свобода слова. Современный мир стремительно меняется. Конкуренция, как и во всех сферах, обостряется также в области получения и распространения информации, формирования общественного мнения. В таких сложных условиях жизнь ставит перед нами все новые и новые задачи. С учетом всех этих факторов, в нашей стране реализуются масштабные реформы по развитию средств массовой информации. Совершенствуется законодательство в этой сфере. Создаются условия для свободной деятельности СМИ различных форм собственности и общественно-политической направленности. В глобальной сети, в домене УЗ, растет количество веб-сайтов, информационных порталов на разных языках. Как известно, в целях эффективной реализации государственной политики в информационной сфере, На базе бывшего агентства по печати информации Узбекистана было создано агентство информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан. Агентство осуществляет координацию деятельности средств массовой информации, Меры по защите прав и интересов журналистов, усилению сотрудничества с иностранными медиакомпаниями, Созданию возможностей для более широкого использования зарубежных веб-ресурсов и сайтов, И в целом, обеспечению плюрализма мнений в информационном пространстве. Сегодня нашей важнейшей задачей является подготовка для СМИ, Которые становятся все более оперативными и многофункциональными, Современных кадров с активной гражданской позицией, Способных выдержать жесткую конкуренцию в глобальном медиапространстве. Уверен, что Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Созданный нами именно с этой целью, Станет базовым высшим учебным заведением Республики по подготовке кадров, Которые не только имеют нужные для этой профессии знания и навыки, Но и обладают креативным мышлением, В совершенстве владеют информационными технологиями и иностранными языками. Заслуживает особого внимания, Что в последнее время в средствах массовой информации страны Усиливается тенденция к глубокому анализу позитивных изменений в нашей жизни И конструктивной критике имеющихся проблем. Безусловно, это способствует эффективности реформ, Общественного контроля, повышению социальной активности наших граждан. Самое важное, что в результате руководители и ответственные лица всех уровней Будут работать, учитывая мнение народа, требования времени. Конечно, руководитель, уверенный в своих знаниях и потенциале, В своем профессионализме, не боится критики, Считает сотрудничество со средствами массовой информации Действенной формой диалога с народом. Ведь такой диалог является одним из самых главных факторов, Обеспечивающих развитие страны. В то же время, всем нам необходимо помнить, Что различные споры и дебаты на информационном поле Прежде всего, должны быть основаны на достоверных фактах и объективности, Проходить в рамках закона и этических норм, А не в целях корысти или личной мести, саморекламы. Нельзя допускать унижения личности, Оскорбление чести и достоинства человека. Таким отрицательным явлением Не место в нашем медиапространстве. Думаю, что вы, уважаемые представители СМИ, Превыше всего ставящие интересы народа и Родины, Глубже, чем кто-либо, осознаете эту истину. Хочу еще раз подчеркнуть, Что огромные преобразования в нашей сегодняшней жизни, Сама логика осуществляемых реформ, Требует от всех нас работать по-новому, Выдвигать новые перспективные идеи и инициативы. В этом плане нам вместе предстоит еще многое сделать Для укрепления материально-технической базы, Кадрового потенциала средств массовой информации, Обеспечить, чтобы национальная пресса Заняла достойное место на международной арене, Шире внедрять в серу, в том числе в издательское дело, Книжную торговлю и организацию распространения печатной продукции, Оправдавшие себя в мире рыночные механизмы, Научиться работать в условиях открытости и здоровой конкуренции. Мы обязательно продолжим последовательную работу По укреплению гарантии свободы деятельности средств массовой информации, Достойной оценки и стимулированию непростого труда журналистов, Утверждению в нашем обществе демократических принципов, Плюрализма мнений и взглядов. Дорогие друзья, еще раз от всей души Поздравляю вас и всю многочисленную аудиторию Почитателей вашего труда и таланта с сегодняшним праздником. Желаю всем вам здоровья, новых творческих успехов, Мира и благополучия вашим семьям. Шавкат Мерзиоев, президент Республики Узбекистан.